сегодня решила знаете меня попросили попросили сделать показать как я делаю свой макияж но ничего особенного делая его обыкновенно наверное так же как и все единственное что как бы я постоянно использую тени 3-4 цвета но как бы в основном стараюсь один цвет никогда не крашу минимум это два поэтому покажу как делаю вам я свой но это мой постоянный постоянный я использую как бы всегда два метода нанесения теней но вот этим которые сейчас покажу я пользуюсь почти всегда почти всегда ну как-то я уже так приловчилась чик-чик-чик быстро-быстро и не знаете как выбрал себе что-то удобненькое для себя и использует его правильно правильно вот что у меня обычная палитра палитра цветов сейчас вам покажу такая вот видите я в основном использую коричневые оттенки ну наверное может потому что у меня такие знаете кай зеленые глаза может быть не знаю единственное я использовала раньше раньше использовала все цвета только не использована на синий вот так чтобы знаете синий использовал голубой но в сочетании с розовым то есть вот здесь вот розовый а сзади использовала голубой да и поменяла наоборот здесь голубой а там розовый то есть мне очень нравилось постоянно я использую тени под вот такие вот стрелки, ну это обычные мои стрелки, когда-то я делала их короткими сюда, ну а потом постепенно как-то вот чего-то стала их вытягивать, но мне нравится так больше, может быть вам не нравится, я со своими стрелками, но тем не менее, мне как бы это устраивает, я привыкла себя видеть, брови, как вы видите, у меня отсутствуют, вот такие вот, у меня брови были всю жизнь, всю жизнь не было у меня, да, там может быть сейчас вывалились, высыпались, нет, у меня такого не было, брови всегда у меня были вот в таком состоянии, лет, да, я не знаю, уже лет так, наверное, 5-7 я делала татуаж, татуаж бровей делала, использовала я его, ну то есть когда носила я его где-то в районе 3 лет, а потом как-то он стал увядать, увядать, то ли выгорел, то ли бог его знает, но в общем, уже я стала подкрашивать, поскольку, ну цвет уже был, как говорится, такой тусклый. Так, с чего я начинаю, ну сразу честно говорю, я начинаю вот с стрелки, стрелки я использую обычный простой карандаш, вот я его затачиваю, у меня там где-то есть другой, такой вот тоже, но он оказался сухим, и поэтому он у меня так вот лежит, валяется, вот этот я нашла, себе мягкий, то, что мне подходит. Нормально, главное, чтобы, я так считаю, главное, чтобы он подходил вам, да, я однажды купила карандаш в Вейване, да, Вейване, или Варифлейм, не помню, в общем, в одной из этих компаний, вы понимаете, я нанесла стрелки, и я понимаю, что через полчаса мои глаза ничего не видят, вот как пелена какая-то, вот их закрывает, и все, я не могла понять, от чего, что с моим зрением, что, почему, а потом выяснилось, выяснилось, что это карандаш, я во второй раз нанесла, и все, вот пеленой закрывает, и все, и пришлось его выкинуть, и он был не дешевый, поэтому я считаю, это не зависит от цены, главное, чтобы он вам подошел, я так думаю, так же самое и тени, так же и тушь для ресниц, ну, тушь я использую тогда, когда я куда-то выхожу, так как я нахожусь дома практически всегда, то я тушь могу и не красить, в общем, ладно, сейчас я брови, брови я использую у меня, раньше я пользовалась карандашами, потом что-то забыла, я очень много лет использовала карандаш для бровей от Mary Kay, мне отлично он нравился, отлично подходил, но иногда с ним бывали все-таки какие-то проблемы, то ли когда ты наносишь крем и зацепишь бровь, а потом наносишь этот карандаш, и оно как-то растекалось, короче, цвет ложился неравномерно, то вот я нашла такие, знаете, в виде теней, в виде теней и наношу зеркало, и я беру просто, вообще просто-просто, кстати, у нас опять нет электричества, представляете, вчера ночью вырубали, я проснулась от чего-то, помог топчется по мне, думаю, дай-ка прошвырнусь в сторону туалета, а там нет, иду вот так вот по стеночке, по стеночке, ну вот, видите, бровь добавилась и как-то лицо, да, стало веселее, в отличие вот от этой брови. В отличие от этой брови. Конечно, брови это моя проблема, извечная, просто извечная. Когда-то мне сказали, знаете, я очень много лет занималась Mary Kay, и мне сказали, у нас были мастер-классы, и там одна сказала, что, типа, знаете, некоторые женщины не красят брови, поскольку не хотят, чтобы было видно, что они накрашены, и она говорит, что, ну вы же красите стрелки, да, вы же красите тени, это все видно, так почему же брови тоже не накрасить, просто когда наносишь брови, вот, видите, вот так вот ложится, обычный вот такой вот у меня, от Ари Флейм. Вот, брови полминуты, готово, сухие тени. И далее я буду использовать вот эти вот, выбираю цвета. Значит, я использую аппликаторы, вот такие вот. У меня есть масса кисточек, я вам сейчас покажу, но масса не масса, но вот, вот у меня есть кисточки, вот есть кисточки для нанесения теней, но я их тоже не использую. Максимум, куда я их использую, раньше, вот еще такая, вот видите, двойная. Это очень хорошие, это Мэри Кеймские эти, с натуральный ворс, и вот такие вот. Но сейчас я их не использую, вообще я люблю, чтобы, знаете, было так четко, ярко. А кисточки все-таки, они немножко утрачивают свою яркость. Вот эту кисточку можно использовать для растушевки, классно. Так, все. Берем аппликатор, видите, у меня здесь светлый, с другой стороны темнее, здесь, видите, еще темнее, то есть разные оттенки. Я беру светлый, вот такой вот, видите, он у меня самый-самый заканчиваемый. Вот. Я беру аппликатор и наношу на пол глаза у внутреннего века. То есть, очень просто. Но стараюсь, как бы, стрелку не зацепить. Я никому совершенно не навязываю. Конечно, может, что-то делаю неправильно, но мне нравится. Я так привыкла. Так, вот так вот осторожненько. Чтобы стрелочку не зацепить. Вот, видите? Вот. Далее я переворачиваю свой аппликатор на другую сторону и выбираю уже цвета, но потемнее. То ли вот этот, но это очень темный, это черный. Но можно использовать под стрелки, либо под макияж тот, который вечерний, такой, знаете, конкретный. Ну, и в основном я использую вот этот, либо вот эти вот цвета. Так. Нанесем. Я сделаю вот такой вот потемнее, да, чтобы было видно. Выбираю местечко. И забываю свое зеркало. И теперь наношу с этой стороны, с крайнего века, с крайней части века. Рисую, конечно же, наношу все на подвижное веко, то, которое двигается. На подвижное. Хорошо. Опять же, стрелочку не задеваем. Ага. Вот. Видите? Сейчас второй глазик. Выглядит, конечно, сразу как-то очень некрасиво, да, очень неаккуратно. Когда-то ко мне пришла девочка на макияж, но когда я занималась морякой, я окончила курсы визажистов и одно время пыталась делать макияж. Делала девочки на выпускной, и второй девочке на выпускной приходила ко мне. Ну, молоденькие девочки, не знают, как краситься, и я приходила им, как бы, рассказывала. Либо они ко мне приходили. Вот, видите? Я нанесла. Ну, даже в данном случае я захватила, видите, чуть больше здесь. Но это не беда. И здесь подправим. Вот, видите, четко на фифти-фифти. Теперь вот эти четкие, видите, разграничения мы сейчас растушуем. Для этого я беру в основном вот этот такой, знаете, как вот такой вот. Мне это напоминает цвет такой руби-роуз. Я по молодости наносила вот его только так, чик, на все века. И вот его я буду использовать. Наношу. Беру. Растушевать. Растушевать нужно. И теперь мы берем вот посрединке, да, вот этот вот шов, скажем так, и растушевываем. Чтобы не было четких переходов. Вот, видите, и оно скрылось. Делаем дальше. Все. Видите, растушевалось. Серединка наша. Четких нет линий. Вот это самое главное. Теперь что мы делаем. Теперь нам нужно вот, вот здесь вот, тоже все растушевать. Я растушевываю светлым. То есть вот этим же, которым я крашу и вот здесь. Выбираем его. И растушевываю вот здесь, около брови. То есть наношу. Полностью, полностью по всему глазу. Можно использовать здесь один цвет растушевки, здесь другой. Видите? Следующий глазик. Ну, опять же, так аккуратно. Ой, волосы. Чтобы брови не зацепить. У тебя закрылось. Вот. Видите? И оно как бы все вот эти четкие переходы, они ушли. Дальше. А, дальше. Я еще что делаю? Я вот... Блин. Вот здесь вот тоже я до серединки глаза прохожусь карандашом. Делаю такую как бы стрелочку. Полустрелочку. Вот. Видите? До серединки глаза. И здесь так же. Так же. Ну, вроде до серединки, да? И тут, и тут. Теперь я снова беру свой аппликатор. И опять же, вот этим светлым, почему он у меня и отсутствует, да? Я беру снова этот же светлый. И вот эти нижние стрелочки я как бы... Ну, подзабиваю этими тенями. И вот здесь вот тоже прохожусь. Вот. И вот что получается. Все просто, вообще делаю без заморочек. Все. Вот так вот. Вот так вот получается. Так, что мы можем еще подправить? Ну, смотрим, как здесь. Здесь вот если есть чуткие переходы, вот так вот пальчиком, немножечко можно как бы тенюшечки подбить. Подбиваем вот таким вот образом. Все. Все. Вот он, мое нанесение теней. Видите? То есть мы использовали сколько? Один, один, два и три. Я же говорю, если вот тут вы растушуете, другим цветом это будет четвертый. Ну, а здесь, конечно, можно тоже другой. То есть все зависит от вашей палитры. Все. Все. Далее мы наносим тушь. Если есть желание, можно нанести тушь. Я не буду ее наносить, поскольку... Ну, не хочу я. Тушь не буду наносить. А, ладно, нет. Нанесу все-таки. Нанесу, чтобы уже был полный у меня такой образ, скажем. Нанесем и тушь, да? Ого, что-то еще мне тратилось тут. Так что, такие дела. А, она у меня уже, короче, прям на исходе. Тушь мы наносим тоже вот сюда. На низ я наношу. Да, мне надо купить новую тушь. Я все никак. Гля, это уже у меня, кажется, и высохло. Епошкин, матрешкин. Конечно, тушь, она делает глаза более выразительными. Это по-любому. Это по-любому. Ну, вот как-то так. Я только снизу, правда, нанесла. Что еще? Что еще? Дальше я наношу тоночок. Так, у меня есть вот такая кисточка. Если тут осыпалось, конечно, я вот так вот всегда все это смахиваю. И вот здесь у меня есть флормар средство. Но я тоже его сильно не использую, поскольку у меня вот здесь вот это вот лопнувший капилляр. То я его стараюсь как бы скрыть и под глазами. Совершенно чуть-чуть. Вообще чуть-чуть. Вот для этого дела я... Ой, подождите. Мне же мое зеркало надо. Вот такими вбивательными я растушевываю его. И так же берем и наносим вот здесь на область вокруг глаз. Ну, эффект, конечно, виден. В том плане, что, может быть, синяки и не так глаза бросаются. Видите, все-таки здесь кажется как бы ровнее, да, с нанесением вот этой штуки. Все-таки ровнее. Как можно без электричества жить? Я вообще не знаю. Люди спокойны, ждут. Ну, надеются, что окончатся ремонтные работы. А так... Это ужасно, я вам хочу сказать. И вот сюда тоже самое. Вбиваю. Ну, как растирательно-вбивательными движениями я это делаю. Ну, вот. Можно нанести, когда сильное солнце, или когда я там, знаете, на пляже позагораю, то у меня вот здесь выступает пигментация. Ну, вот. Почему-то вот после беременности, после родов у меня стало вот здесь вот выступать. Когда оно выступает, я тоже там наношу. Но сейчас не буду этого делать. Все. И в завершении можно нанести пудру. Но пудры у меня сейчас нет. Я сейчас, честно, ее не использую. Раньше использовала постоянно. Использовала рассыпную тушь от Mary Kay. Но я вам хочу сказать, что она стала... Я заметила, что она стала именно причиной того, что у меня появилась эта пигментация. Я использовала ее очень много лет. А, единственное, еще наношу также румяна. Кисточка для румян. Именно для румян. Не вот эта. Это другая. Это более такая длинная, знаете. И она, ну, не ровно ложится. А эта такая коротенькая, плотная. И румяна ложится очень хорошо. Либо вот так вот. Два пальца прикладываешь. Вот здесь должны быть нанесены румяна. Ну, нам так рассказывали. На самом деле, я не знаю, как оно правильно. Я после окончания курса, я не увлекалась этим. Вот и все. Вот это мой такой макияж. Ну, практически ежедневный. Все. Все просто. Сейчас я выйду на балкон. Там свет гораздо лучше. И покажу вам это все при свете. А, нанести помочь. Все, видите? Покажу вам. Сейчас я закрою глаза. И покажу, что у нас с вами получилось. Вот таким образом я крашусь. Но я уже говорила, что вот этот цвет основной, да, который делает макияж то ли ярким, то ли неярким, его можно менять. То есть я специально нанесла вот этот темный, ну, чтобы было видно, чтобы были видны вот эти вот переходы. Его можно делать гораздо светлее. Поэтому все, накрасилось и продолжаю сидеть. Сейчас что? Не знаю. Может быть, позанимаюсь языком, почитаю. И, короче, я не знаю. Вы понимаете, когда ты сидишь без электричества, ничего делать неохота. Ничего. Так самое интересное, что сегодня. Вчера вырубали? Сегодня вырубили. Я даже не знаю, когда включат. И на сайте написано одно, происходит другое. В общем, беспредел полнейший. И завтра, завтра тоже обещают. Представьте, представьте. Ужас. Ладно, что, пошла я заниматься делами. Сиди, не сиди. Распускай сопли, не распускай. Понимаете, оно ничего не изменится. Нужно взять себя в руки. И занять.